Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Тема сегодняшнего выпуска – театральные байки. Французский актер времен Наполеона Франсуа Жозеф Тальма был известен тремя вещами. Первое – реформаторством театрального искусства. Второе – внешним сходством со своим высоким покровителем Бонапартом. И третье – своим острословием. А еще он обладал чрезвычайно завышенным самомнением. Вот один пример об этом. Однажды Франсуа Тальма присутствовал на каком-то судебном заседании. И, как полагается, дал клятву говорить правду и только правду. И вот в ходе судебного разбирательства при большом стечении народа Тальма заявил, что он является величайшим актером на свете. Его стали упрекать в нескромности. На что он ответил. Самая известная театральная байка о Франсуа Тальма связана с его игрой в шекспировской пьесе «Ричард Третий». Там в одной очень тревожной сцене английский король восклицает «Коня, полцарства за коня». Когда эти слова произнес Тальма, с галерки вдруг раздался наглый голос. А осел тебя не устроит. На что актер нашелся мгновенно. Конечно, устроит. Иди скорее сюда. Еще одна история на шекспировскую тему. Английский актер 18 века, драматург и директор театра Дэвид Гаррик буквально преклонялся перед Шекспиром, и увлеченно ставил все его пьесы. Он настолько убедительно представлял короля Лира, что публика забывала, как надо дышать. Во время душесчипательной сцены, в которой несчастный король Лир рыдает над телом убитой Корделии, зрители обильно обливались слезами и рыдали на взрыд. А в конце пьесы, в которой почти все герои умирают, коллективный плач был слышен даже за стенами театра. Но однажды произошло странное. Игра Гаррика была совершенно нетрагической. Напротив, актер еле сдерживал смех. То же самое зрители заметили и у прочих артистов. Они почему-то стали прикрывать свои улыбающиеся лица руками. Задушенная Корделия внезапно ожила, вскочила со своего смертного одра и хихикая убежала за занавес. После чего все актеры во главе со скрюченным от смеха королем последовали за нею и взорвались за кулисами дружным бурным хохотом. Сцена опустела. Публика не могла понять столь странной развязки жуткой трагедии. Но вскоре громкий смех зрителей первого ряда объяснил причину происходящего. Оказывается, на самом дорогом месте первого ряда сидел некий толстый лондонский откупщик. Ну, так называли сборщиков налогов. Этот откупщик заявился в театр со своей собакой, огромным английским догом. Сначала пес послушно расположился у ног своего хозяина. Потом от тесноты и духоты толстяк вспотел, снял свой огромный парик и надел его собаке на голову. А то и вдруг очень стало интересно происходящее на сцене. Она встала, растянулась во весь свой гигантский рост, передними лапами оперлась на перила оркестра и стала с большим интересом следить за тем, как герои шекспировской пьесы убивают друг друга. Вот поэтому Дэвид Гаррик и другие актеры, увидав потешную собаку в парике, не смогли удержаться от смеха. А вот вам история о еще одном театральном конфузе. В Польше начало 19 века очень популярным комическим актером был человек с удивительным именем – Алоизий Гонзага Фортунат Жулковский. Вы наверняка можете подумать, что Алоизий Гонзага Фортунат Жулковский – это вымышленный персонаж, ну, придуманный кем-нибудь, ну, Чеховым, Булгаковым или Ильфом Спетровым. А нет, это реальный человек. Имея такое забавное имя, очень легко быть комическим актером, что Алоизий и делал с большим удовольствием. Необыкновенная игра физиономии и тела Жулковского заставляла зрителей смеяться при первом же его появлении на сцене. Причем он не кривлялся, не ломался и не применял простецких клоунских приемов. Глядя на его непринужденно простодушное комичное поведение, от всей души хохотали даже зрители-иностранцы, не понимающие польского языка. Жулковский очень любил импровизировать на сцене. Часто выкидывал смешные фортыли или дополнял текст роли своими вставками, что всегда вызывало одобрение зрительного зала. Вот один пример. Однажды Алоизий Жулковский играл роль безумца, запертого в комнате, в которой было несколько дверей. По сценарию он бегал от одной двери к другой, дергал их за ручки, пытался открыть и кричал. И здесь закрыто, и тут закрыто, и тут. Неожиданно третья по счету дверь открылась. Вдруг Жулковский вынул из кармана ключ, провернул его в замке и воскликнул. И тут закрыто. Я просто уверен, что актер сам придумал эту смешную ситуацию ради потехи публики. Знаете, какая тема самая популярная в карикатурах и шутейных картинках про театр? На первом месте, без всякого сомнения, находится шекспировская пьеса «Отелло». Уж больно это характерный сюжет. Хоть и трагический, но с большим количеством юмористических вариаций. И вот что я еще заметил. Почти во всех карикатурах непременно присутствует суфлерская будка с каким-нибудь смешным подсказчиком. В реальной театральной жизни тоже случались комичные истории, связанные с «Отелло». С «Отелло» и с суфлерами. Хочу рассказать вам одну старинную из XIX века историю. Однажды в Петербургском Александринском театре актер Яков Григорьевич Брянский играл коварного интригана Яго. По пьесе этот хитрец должен был вызвать ревность от «Отелло», заведя с ним разговор о платке Дездемоны. Случалось ли вам видеть в ее руке платок, весь вышитый цветами? И вот как раз перед этой репликой Брянский Яго замер и призадумался. Фраза о платке с цветами предательски вылетела у него из памяти. В этот момент суфлер, совершенно уверенный в твердом знании артистами своих ролей, молчал. Брянский метнул страшный взгляд в суфлерскую будку и прошипел. «Платок! Платок!» Суфлер тоже заволновался. Он не понял, что исполнитель требует подсказку и поспешно вытащил из своего кармана ярко-пестрый платок и, почти вылезая из своей будки, стал протягивать его Брянскому. Ну мало ли для чего артисту платок понадобился. Вдруг у него насморк и нос заложен. Или ему пот на лбу надо промокнуть, ну или скамейку от пыли протереть. Публика разразилась громким смехом. Только после очень продолжительной паузы Яков Брянский вспомнил необходимую фразу и действие пошло своим чередом. Вот недаром во всех театрах мира говорят, что самая страшная месть актеру – это месть суфлера. Умение актера смешно импровизировать во время спектакля, особенно во время какой-нибудь серьезной драмы – это дар божий. Вот пример из истории русского театра. Знаменитый актер первой половины XIX века Василий Андреевич Каратыгин вообще-то имел трагическое амплуа и был весьма серьезным человеком. Несерьезному трагические монументальные роли не доверят. Кстати, для общего развития Василий Каратыгин был самым первым исполнителем роли Чацкого в Грибоедовском «Горе от ума». Так вот, история о смешной импровизации, но очень драматического артиста. Однажды Каратыгина должен был застрелить на сцене его партнер по спектаклю. Наступил нужный момент. Партнер нажал на спусковой крючок бутафорского пистолета, а выстрела-то нет. Еще раз нажал – выстрела все равно нет. Что делать? Тогда в конец растерявшийся компаньон, что было силы, пнул Каратыгина ногой. «А-а-а, сапог отравлен!» – скричал Каратыгин, содрогнулся и умер. С превеликим удовольствием поведаю одну невероятную театральную байку вам, мои дорогие листатели тележурнала «Невредные заметки». Очень завидую тем, кто услышит ее впервые. Но предупреждаю, сначала все будет очень даже серьезно. Огромный вклад в развитие русского балетного и театрального искусства внес Мариус Иванович Петипа. Этот уроженец французского Марселя 63 года своей жизни посвятил России. Об этом великом человеке, солисте балета, балетместере, театральном деятеле и педагоге можно рассказывать долго. Но сегодня я расскажу всего лишь один старинный театральный анекдот, связанный с его именем. Во второй половине 19 века Мариус Петипа ставил в Петербурге балет под названием «Дочь фараона» на музыку композитора Цезаря Пуни. Создание этого грандиозного спектакля далось балетместеру Петипа с большими нервными потрясениями, связанными с интригами директора императорских театров Андрея Сабурова, с острой нехваткой денег, крайне сжатыми сроками и творческими спорами с композитором Пуни. Так что к своему детищу, дочери фараона, Мариус Петипа относился очень трепетно и нервенно. В первом действии этого спектакля изображена царская древнеегипетская охота на льва. Прекрасная дочь фараона по имени Аспичия в окружении прелестных подружек и мужественных охотников настигает зверя. Но тот внезапно вырывается и делает прыжок в сторону красавицы-принцессы. Аспичию спасает молодой герой по имени Таор. Он стреляет из лука, поражает льва, подхватывает упавшую без чувств царскую дочь и уносит ее в безопасное место. Это по сценарию, для того, чтобы вы знали завязку сюжета. И вот однажды на одном из спектаклей произошел конфуз, над которым еще очень долго потом смеялся весь Петербург. По замыслу балетмистера Петипа, лев шествовал по высокой скале. Ну, декоративной, конечно же, но тем не менее, высокой. И пронзенной стрелой охотника он с этой скалы падал. Дикого зверя всегда изображал один и тот же очень ловкий статист с навыками акробата. Поэтому падал вниз всегда без травм. И вдруг, когда он заболел, его пришлось заменить другим статистом. Спектакль начался. Все шло прекрасно до момента спасения принцессы. Лев важно и грозно двигался по скале. Охотник Таор выстрелил в него. Стрела полетела, поразила зверюгу. И вот здесь вышла заминка. Умирающий лев явно испугался высоты и в нерешительности топтался на краю скалы. Он боялся прыгать. Царь зверей виновато поглядывал на балетместера, который застыл в кустах и делал ему страшные глаза. Но хищник перестал быть хищником. И тогда Мариус Петипа показал трусливому льву свой грозный кулак. И тут произошло чудо. Лев поднялся на задние лапы, правой передней лапой истово перекрестился, печально вздохнул и прыгнул вниз. Артистка Московского малого театра Александра Александровна Яблочкина была великой актрисой. Да к тому же еще и уникальной. Во времена Российской империи ей рукоплескали из царской ложи великие князья. А при Советском Союзе оттуда же бурно хлопали народные комиссары, министры, первые и генеральные секретарии. При любой власти Александру Яблочкину любили за ее талант. В 1937 году она стала народной артисткой СССР, а в военном 43-м получила Сталинскую премию. В суровые сталинские годы ей прощали нечаянные словесные ляпы, за которые кто-нибудь другой мог бы вполне угодить в места не столь отдаленные. В своих заметках я уже как-то рассказывал об этом. Напомню одну историю в самом кратком изложении. Однажды Александра Яблочкина на встрече с трудящимися Москвы стала с необыкновенным пафосом вещать. Тяжела была доля актрисы в царской России. Ее не считали за человека, обижали подачками. На бенефис бросали на сцену кошельки с деньгами, подносили разные жемчуга и бриллианты. Бывало так, что на содержание брали графы разные, князья, а потом актриса спохватилась и исправилась. Актрис на содержание брали графы разные, князья и рабочие, и крестьяне. Эту историю я специально повторил, чтобы вы понимали. Подобные оговорки она допускала довольно-таки часто. Причем непонятно, то ли это были глупые ляпсусы, то ли утонченный юмор, а может быть просто наступающая старость. Вот еще один характерный пример. Однажды бессменному и многолетнему председателю Всероссийского театрального общества Александре Яблочкиной на каком-то важном собрании вручали почетную грамоту. Актриса взяла цветастую бумагу в руки и торжественно произнесла. Спасибо вам большое за эту награду. Ведь при царском режиме нас унижали подачками. То денег дадут, то дом или лошадь подарят. А я ведь все подаренное промотала. А грамота, а грамота она на всю жизнь. А вот еще один забавный пример нелепой и немного рискованной оговорки. Как-то раз Яблочкина заседала в каком-то президиуме. Ну и по причине преклонных лет, да от долгих нудных речей, задремала. Ну с кем такое не бывает. И вдруг объявили ее выступление. Она спала и не слышала приглашения к трибуне. Давний ее партнер по сцене Михаил Иванович Царев, сидящий рядом, взял и под столом сильно толкнул ногой свою подругу. Та вскочила, распахнула глаза. Мы, актеры Ордена Ленина, его императорского величества, Малого театра Союза Советских Социалистических Республик. Дальнейшее выступление было прервано долгим и продолжительным хохотом. А хотите еще одну смешную историю из жизни великой актрисы Александра Яблочкиной? Пожалуйста, она есть у меня. И, на мой взгляд, она самая курьезная. Однажды орденоносную и заслуженно-перезаслуженную Яблочкину попросили похлопотать за одного талантливого студента-щепкинца. Нужно было его отмазать от армии. Просители набрали номер военкома, дали актрисе трубку, и та величественно зарокотала в нее. «С вами говорит народная артистка Советского Союза, лауреат Сталинской премии, председатель Всероссийского театрального общества, актриса Малого театра Александра Александровна Яблочкина». На этом месте она сменила торжественный тон на доверительно-проникновенный и продолжила. «Голубчик, такая беда, такая беда. Друга моего детства угоняют в армию. Так уж нельзя ли его оставить?» Военком удивился и резонно спросил о престарелом новобранце. «Так, позвольте, а сколько же ему лет?» «Да 18, голубчик, 18». Однажды в советские еще годы главный режиссер театра имени Вахтангова Рубен Николаевич Симонов решил провести воспитательную работу среди своих актеров. Перед репетицией он собрал артистов и начал свой монолог. «Я последнее время за вами наблюдаю, наблюдаю и вот что хочу вам сказать. Вы ничего не понимаете в жизни. Ничего. Вам надо ездить в метро, в троллейбусе, ходить по улице, знакомиться с людьми. Вы совершенно не знаете жизни. Вам надо знать жизнь». Кто-то из актеров-вахтанговцев с ехицей перебил метро. «Рубен Николаевич, а, простите, а сколько стоит проезд в метро?» Для справки, стоимость проезда в советское метро была всего 5 копеек. Очень простой вопрос актера сильно удивил главрежа. «Как сколько?» – возмутился Симонов. «Один рубль». Это была программа «Невредные заметки». Тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова